Отличники учебы, активисты школьной, лицейской и гимназической жизни, призеры и победители различных конкурсов и олимпиад собрались в Брестском филиале предприятия Белтелеком, чтобы получить долгожданный документ, удостоверяющий личность. А поздравили ребят сотрудники предприятия, глава администрации Ленинского района, а также председатель молодежного объединения БРЦМ. 15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь и пределен основной закон, по которому принимаются другие законы, подзаконные акты и живет государство. Сегодня проходит очень много мероприятий, посвященных Дню Конституции и уже традиционным стало вручение нашим молодым ребятам паспортов жаждан Республики Беларусь. Сегодня мы именно на базе Белтелекома вручаем 15-ти гражданам нашего государства, нашим ученикам школ паспорта гражданин Республики Беларусь. Я считаю, что очень, скажем так, почетно находиться здесь, получать паспорт из рук главы администрации Ленинского района. И я считаю, что за это можно гордиться. А вот такой неожиданный и приятный сюрприз для ребят подготовил коллектив Брестского филиала Белтелеком. Кроме этого, главный инженер рассказал юношам и девушкам о работе предприятия, ведь совсем скоро перед ними станет вопрос выбора профессий. И таким ценным кадрам здесь будут рады. Ознакомлюсь с нашим предприятием, вы можете выбрать специальность информационных технологий и посмотреть, чем перспективой вы можете заниматься дальше. В данном мероприятии мы вручаем свои молодежные билеты нашей молодежи. Это уже полноправные члены нашей Белорусской Республиканской Союза молодежи, которые могут в дальнейшем развиваться в нашей организации и целеустремленно идти к своим целям и желаниям. Церемония вручения паспортов в Московском районе проходила на базе лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина. И не случайно учреждение с большими традициями и историей как раз таки и является местом консолидации самой амбициозной молодежи района. Конечно же важно сказать о том, что для каждого из молодых людей это событие было приятным, ведь оказаться в числе лучших, в числе тех, чьи успехи важны для района, всегда почетно. Уже нам стало доброй традицией, чтобы в день Конституции Республики Беларусь в Московском районе города Бреста, именно в этом учреждении в лице имени Пушкина, вручать паспорта ученикам, которые, скажем, первый важный документ в их жизни, который является самым главным документом. Потому что, получая сегодня паспорт, они становятся полноправными гражданами Республики Беларусь. Соответственно, они являются опорой для старшего поколения, но и строителями нашей Республики в целом. Поэтому это очень важно и символично, что в день Конституции им включаются паспорта гражданина Республики Беларусь. Паспорт – это документ, который показывает личность человека. В паспорте носится все, что об этом человеке есть. Чрезвычайно волнительно это для меня, вот это выхудшение паспорта. Я говорю мне изначально, что Кихова – это новость. Для меня это очень волнительно. Я вообще не ожидала, что вот так вот будут официально вручать паспорт. Я хорошо учусь и стараюсь учиться, поскольку у меня есть в будущем своя цель, и я хочу к ней стремиться. Кто-то из этих юношей и девушек впервые на мероприятии такого формата. Поэтому сама обстановка настраивала на некоторую торжественность и важность момента. А полученный документ станет новой страницей в жизни каждого из этих молодых людей.